В нашей республике вопросы развития человека всегда связывают с комфортной средой обитания. И здесь появляются новые проблемы, которых раньше просто не было. Личный автомобиль или общественный транспорт, парковочные зоны или зеленые лужайки. Новые вопросы большого мегаполиса, на которые у меня лично нет однозначного ответа. Еще какие-то 15 лет назад автомобиль считался роскошью. Сегодня это средство передвижения, без которого себя не мыслит практически каждая семья. Что плохого, скажете вы? Но к чему мы пришли? Посмотрите, дворы. И это даже не центр, а спальные районы, буквально заваленные автомобилями. На дороге, на выезде, на зеленой зоне, на тротуаре. Это все наши с вами дворы и наш с вами город. Город, который задыхается от пробок. Город, в котором, казалось бы, есть альтернатива в виде развитого общественного транспорта. Или все же нет? А вот дальше Нижнекамск. Здесь все, на первый взгляд, лучше. Но изнанка все та же. Хаотично разбросанные машины и платные парковки. Вспомним дискуссию главы Нижнекамского района Рамиля Мулина с вице-премьером России Маратом Хуснулиным на коллегии Министерства транспорта республики. Она касалась нормативов обеспеченности парковками при строительстве нового жилья. В Нижнекамске вы сейчас говорите, что у вас 0,8 коэффициента, хотите до 1,2 довести. Никогда у вас не будет возможности ездить по дорогам свободно. Вы пересмотрите этот вопрос. Хорошо, мы рассмотрим. Первое. Развитие общественного транспорта. Дальше, дальше. Это где можно, где есть возможность, надо строить парковки. А где не можно, не надо. Где вы возьмете столько места в городе, где вы возьмете столько денег, потому что за все это будет платить потребитель. Никто в мире так не делает, коллеги. С пробками так никто не борется. Нужны ли парковки? Конечно, нужны. Но хотим ли мы однажды оказаться в городе, закатанном в асфальт, где будут только дома между парковок? Ответ очевиден. И где он, тот самый баланс между парковочной зоной и зеленой зоной, зоной ответственности власти и каждого гражданина. Диляра Юсупова пыталась разобраться в теме. Это не час пик. Это стандартная картина середины дня. Автомобили здесь, автомобили там. На дорогах, во дворах, на тротуарах, вдоль проезжей части, под знаком, на парковке, за парковкой и вообще где угодно, где это позволяет пространство и где не позволяет. Нижнекамск. На первый взгляд разница огромная попросту потому, что город в несколько раз меньше. Однако изнанка все та же. Хоть это пока и не привело к пробкам, город в тисках, где автомобилей все больше, а места все меньше. Но даже вот с учетом того, что здесь имеется достаточное количество парковочных мест, да, наверное, у нас с каждым днем кто-то покупает машину, и может это все увеличиваться, но вот такой вид парковки, которые уже благодаря деревьям и бетонным бозонам просто остановили данного владельца не парковаться на детской зоне. Вот эта обширная территория возле жилого дома очень похожа на такую стандартную классическую парковку. На самом деле все это зеленая зона. Видите, да, при паркованной автомобиле они все стоят на зеленой зоне. А вот чуть дальше в нескольких метрах есть платная стоянка, но там никто не паркуется. Платный паркинг – это один из шагов к цивилизованному будущему. Пример центра Казани с платными парковками показал и доказал. С плеч города можно скинуть нагрузку, но то была принудительная мера. Нижнекамск рубить с плеча пока не хочет, выжидает. Нужно время и терпение. Вырывать главную привычку «зачем платить, когда можно не платить?» будут. И вырывать будут с корнем. Мы же должны быть честными. Что мы хотим? Если мы хотим играть с жителями, да, ну мы можем дальше играть. Чем это закончится? Это закончится тем, что мы будем расширять дороги. Я еще не видел ни одну страну, ни один город, который решил этот вопрос только расширения дорог. То есть это регулирование этого процесса. Мы должны четко определить, кто по какой-то трассе ходит. Сейчас нам нужно упорядочить этот процесс. Вот 117 тысяч зарегистрированных машин нам нужно куда-то пока сейчас расположить. Затем нужно сделать все, чтобы дальше рост не шел. Вот в том месте ограничений как по заезду нету, хотя тоже является продолжением пешеходной зоны. Она вся обставлена автомобилями. С учетом, где мы размещаем, вот те машины, которые мы сейчас уберем в рамках строительства именно променада. Скорее всего, это будут какие-то места именно в дворовых территориях, потому что вот данные дворы тоже попадают по программу «Наш двор». И с учетом этого мы все равно там будем делать расширение парковочных мест. Парковки, безусловно, нужны, и это одна сторона. Но с чего все начиналось? Необходимость в парковках и стоянках – борьба с последствиями, а не с причиной. Корень же проблем лежит зачастую в неоправданном приоритете, отданном автомобилистам. К автомобилистам, которые порой и не знают, куда ставить этот автомобиль. Там, где больше парковок, больше автомобилей, больше стоянок, асфальта, пробок, меньше воздуха и места. Хотя бы просто ходить. На коллегии Минтранса вице-премьер Марат Хуснулин вдруг так прямо и сказал – да хватит уже строить, пора благоустраивать. Все, что сказал Марат Шагерзианец, знаете, это вот из серии «Замазать на тот хлеб, о котором я и говорю». Понимаете, вот спасибо Марат Шагерзианецу, что поддержал меня в этом проекте, потому что один поле не воин. Если сегодня Марат Шагерзианец говорит о том, что он 10 лет этим вопросом занимался, и он знает инструменты, я благодарен, что он нас поддержал в части того, что сегодня мы, стараясь угождать, так скажем, всем, делаем ошибки. Потому что города должны быть сформированы с учетом всех городостроительных мировых лучших практик. Как заставить людей, имеющих порой по несколько машин от человека, пересесть на общественный транспорт? Казалось бы, все просто – развивать его. Доступность, логистика перемещения, организованные остановки. Но, как оказалось, пока эта дорога заводит в тупик. Ожидание некоторых маршрутов по 40 минут, ну и самое главное – поселковые зоны, откуда добраться, почти невозможно. В Якутске, например, там используют и закрытые остановки, и остановки с инфракрасными подогревателями, которые просто греют прямо человека, а не воздух. Это достаточно хорошо работает. Иннополис – город будущего не только цифровых технологий, а самый простой урбанистской истины. Сначала пешеход, потом все остальные. Иннополис пришел к этому быстрее и эффективнее столицы. Здесь очень хорошо сделан переход в том смысле, что есть приподнятость, которая заставляет автомобиль притормозить перед пешеходным переходом. И это гораздо нежнее для автомобиля, чем лежачий полицейский. Это хорошо для пешеходов, потому что они идут по одному уровню и не спускаются в лужу, то есть даже в плохую погоду. Если оглядеться вокруг, можно подумать, что мы вовсе не в городе. Широкая проезжая часть почти без машин. Никаких хаотичных стоянок, широкие тротуары и чистые велодорожки. Мы не удержались и тоже попробовали. Оказалось, и в минус 10 это не только возможно, это удобно. В Казани подобная иная реальность. Несмотря на то, что ближайшие города идут в ногу со временем, Альметьевск или даже тот же Нижнекамск уже можно по праву назвать велогородом. Счетчик велосипедистов, он считает проехавших мимо велосипедистов. Тут вот спрятана индукционная петля, которая реагирует на велосипеды. Каждый год километров 7-8 прибавляется велодорожек. В прошлом году 14 прибавилось, в этом году порядка 8, наверное, километров прибавится. И постепенно город весь будет обвязан сетью велодорожек. Нет призыва уступить право только пешеходам. Насильно пересадить всех на велосипеды и общественный транспорт – утопия. Нет ничего плохого в том, что люди хотят ездить на личном автомобиле. Есть семьи с детьми, есть большие покупки, есть много непредвиденных обстоятельств в конце концов. Когда автомобиль не блажь, а необходимость. Но есть и привычка, и частое убеждение – раз купил, буду ездить, даже если это 200 метров. Перед штабом стоят три столбика и туда не заезжают. Люди нашли место, то есть кто-то туда заезжал раньше, там парковался, ему надо было прямо перед входом в штаб встать. Да, потом поставили столбики, он нашел себе место другое, куда встать. Я вам по-другому скажу. Мне некомфортно ходить по Казани вот так, поэтому я еду на машине. Дискуссия в штабе, современная урбанистика и ее тенденции. Вопрос, как восстановить баланс, звучит и здесь. Путь прост и тернист одновременно. Город должен стать удобным. Тогда и появится выбор – поехать на автомобиле или на комфортном автобусе. В Казани готовится несколько архитектурных проектов в этом направлении. Но нам не раскрывают секретов. Тоже нужно задавать вопросы прежде всего непосредственно к нашим жителям, к нам с вами. Где я буду ставить свои автомобили? А нужна ли мне машина каждый день? Или я только ее раз в месяц выгуливаю? Мы очень серьезно думаем и работаем и реализовываем в городе все пространства, которые будут стимулировать человека на альтернативные перемещения, особенно на пешеходные перемещения, на велосипедные. У нас есть стратегия велосипедного маршрута. Мы сейчас готовим стратегию пешеходного каркаса города. Современная урбанистика говорит о том, чтобы города стали справедливыми для всех. В России ни одному крупному мегаполису пока не удалось удовлетворить одних, не задевая чувства других. Город должен предоставить выбор, и этот выбор должен быть комфортным. Пока же личный автомобиль, как единственная возможность выживания, – это не выбор. Деляра Исупова, Дмитрий Шлемин, Андрей Ключников, 7 дней.